Всем привет и добро пожаловать на канал Bat2Body. Сегодня нас ожидает очень сочный выпуск, потому что мы разберем предложение о работе или как это называется в айтишке оффер на зарплату 180 тысяч рублей. И как только вы подпишитесь, поставите лайки и соберете примерно 25-30 лайков, я выпущу видео с техническим собеседованием на данную позицию. А сейчас давайте не будем затягивать время и будем начинать. Собственно, вот сам оффер и в нем всего лишь 7 пунктов. Давайте его разбирать. Конечно, первое это приветственная речь. Уважаемый Иван Иванович, мы вас приглашаем в такую-то и в такую-то компанию. Будем вас ждать. Большое спасибо. Будем надеяться на следующее сотрудничество и перечисляют пункты вашего дальнейшего сотрудничества. Первый пункт это, конечно, испытательный срок в 3 месяца. Здесь все по классике, в принципе, разбирать нечего. Второй пункт заработная плата 180 тысяч рублей. Это обозначает то, что данная зарплата будет вам капать уже на руки. Сроки и выплаты это авансы, зарплата, либо единовременная выплата раз в месяц до 20-го числа, до 5-го числа каждого последующего месяца. Четвертый пункт отпускные и выходные. Соответственно, данная компания предлагает базовый тариф нам работать 40 часов в неделю. 28 дней отпуска официальных плюс бонусом 4 дня, когда вы можете поболеть, не оформляя больничный за счет компании, скажем так. Пятый пункт. Оплата профессиональных курсов, сертификатов, изучение иностранного языка, основных бонусов любой IT-компании, если она достойна вашего внимания. Шестой пункт. Расширенный пакет ДМС по окончании испытательного срока. В основном в IT-шках туда входит еще стоматология и про другие бонусы я не знаю, потому что я ими не пользуюсь. Пункт номер 7. Самый забавный, который я раньше никогда не встречал. Финансовые условия данного предложения не подлежат разглашению третьим лицами и сторонам. Соответственно, сейчас мы с вами разберем все по пунктикам. Седьмой пункт. Работает только с момента подписания договора и дальнейшего трудоустройства. Даже если вы подписали бумажку, она не имеет никакой юридической силы до тех пор, пока вы не подписали договор ТК РФ. Соответственно, мамам, тетям, дядям, детям, братьям, сестрам, друзьям, всем можете хвастаться, говорить. Но есть правило рабочего этикета. На работе никогда никому нельзя разглашать свою зарплату, потому что это может повлиять на ваши дальнейшие опы зарплаты. Пункт номер 6. Расширенный пакет ДМС. Соответственно, каждая любая IT-компания, уважающая себя, имеет такой пункт для того, чтобы сотрудники себя чувствовали намного легче, более защищенными и не уходили на сторону, не смотрели в сторону других компаний, если у них есть такая функция. В наше время это просто базовый какой-то пакет плюшек для айтишников. Оплата профессиональных курсов, сертификации и курсов изучения иностранного языка. Тут тоже все просто и пятый и шестой пункт обычно можно объединить в один, потому что оплата профессиональных курсов, любая компания рабочая вам будет оплачивать только те курсы и те технологии, которые необходимы для работы вам в данной компании. То есть, если у вас все пишут на питоне, вы не можете пойти изучать Java, потому что для компании это неинтересно. Изучение курса иностранных языков, обычно это Skyeng. Я как бы ничего против компании не имею, но мой вам совет, поищите получше место для изучения английского языка. Отпуски, выходные. Вот здесь самый интересный пункт, потому что если у вас будет 10 одинаковых офферов по условию, всегда выбирайте тот, где больше больше денег. Бонусных дней, где вы можете брать отпуск за счет компании. Во-первых. Во-вторых, зачастую, как это работает на деле, за всю мою карьеру, когда бы я не болел, я не брал больничные, а просто шел дома, домой, болел с дома и отрабатывал дни просто попозже, часы на неделе. Вы можете неделю болеть, и к вам придет полная зарплата, но на следующей неделе вам придется в течение двух недель отрабатывать, там не 8 часов, а по 12-14 часов в сутки отрабатывать. Но ничего страшного, за-за вы выздоровели, вы здоровы, вы чувствуете себя хорошо, и вы можете отработать, не потеряя ресурсы в финансовом плане. Сроки выплат, авансы и зарплаты, тоже не совсем ясно, зачем вынесен данный пункт в оффер, потому что должны быть именно условия, типа, вы работаете на удаленке, мы вам предоставляем технику. Ну, понятное дело, что вы в любом случае зарплату по ТК РФ 2 раза в месяц получаете, и на всех работах плюс-минус 15-го, там и 5-го числа, либо 20-го и 5-го числа, ориентировочно всегда в этих числах, во всех компаниях вы получаете деньги. Заработная плата, пункт понятия, испытательный срок, пункт понятия, но хотелось бы сразу вам донести мысль, что если вы ушли с одного места, потому что у вас не было развития, или вы хотите большего, и вы получаете оффер от какой-либо компании, попросите их расписать в пункте, где есть испытательный срок, чтобы были указаны цели на то, в чем вы хотите развиваться, например, автоматизация. Попросите писать в пункт, что во время испытательного срока у вас будут назначены цели на автоматизацию, либо на прохождение курсов, направленные на автоматизацию, либо вас будут отправлять на обучение, на менеджмент, на управленческие какие-то курсы локальные, местные, внутри компании, либо отправлять на внешние курсы. В принципе, вот так выглядит оффер. На самом деле, не так много интересных пунктов, как хотелось бы, потому что я видел офферы, где и 20 пунктов расписаны. Более интересными условиями труда получается, что вам нужно прямо сейчас поставить лайк, подписаться, оставить комментарий, поделиться этим видео, и тогда я буду выкладывать ролик следующий именно технического собеседования примерно на час-полтора, как меня мурыжили, какие вопросы задавали технически, как я общался с тремя-четырьмя людьми. И получается, вкратце сейчас я вам расскажу историю, как я получил данный оффер с обес-эчаром, на нем вы просто рассказываете что-либо про себя, про свой опыт, делитесь какими-то вопросами техническими, что такое клиент-серверная архитектура, что такое теория тестирования, пару вопросиков, что такое тестирование для вас, самые интересные баги, задачи, которые вы решили на своем опыте, кстати, у меня на канале уже вышло первое видео о том, что такое клиент-серверная архитектура, вы можете посмотреть, бесплатный курс обучения на тестировщика я уже запустил, видео будет выходить стабильно, по чуть-чуть, но будет много интересного. Как же все-таки получить свое заветное предложение о работе, хотя бы не на сто восемьдесят тысяч, а тысяч на шестьдесят на семьдесят при старте карьеры? И как это вообще происходит? Для начала вам нужно получить профессию тестировщика, обучиться в первую очередь, во вторую пройти HR-собеседование, в третьих это пройти техническое собеседование и в четвертых получить оффер. Получается данный оффер я получил примерно за полтора часа, это минут десять собеседование с HR-ом, разговоров с HR-ом, примерно на час двадцать, час пятнадцать это собеседование технического плана и минут пять я рассматривал оффер. Примерно по срокам, ну по дням в неделю это заняло у меня, если было собеседование с HR-ом в понедельник, в среду у меня был технический собес, в пятницу вечером мне прислали оффер уже, и во вторник на следующей неделе я им уже отказал, не будем называть компании, это просто группа российских компаний по сети магазинам, которые есть в каждом городе продуктовых, по аналогу магнита, но это не магнит. Также немаловажно будет указать, почему я не принял оффер. Это собеседование идеально, команда идеальна, но данная компания, они переходят, у них происходит редизайн и переход с одного сервера на другой, соответственно вам нужно прийти в проект, подгрузиться в то, как работал их продукт на старых серверах, какие данные приходили, уходили, и весь функционал изучить, произойдет редизайн, это переход на новый дизайн, плюс переход на новые сервера и работа с новыми данными, по новым протоколам, по новым разным схемам, и вам нужно будет понять, как работало раньше, как должно работать по новой схеме, все это сравнивать, то есть слишком много геморроя, которое не предвещает мне никакого технического развития, на которое я рассчитываю. Нет, я технически бы развивался, но тут больше бы я развивался по работе с данными и по работе с серверами, но я хочу в автоматизацию, поэтому это маленько не для меня. Но опять же, если вдруг у вас получится попасть в такую компанию, у которой редизайн, и у вас очень мало технического опыта, то есть в год или в два, то для вас это прям будет одна из лучших практик вашей жизни, и думаю, если вы переживете весь редизайн, вы будете очень сильным специалистом, и сможете тоже уже к этому времени записывать свои видео на YouTube и делиться своим опытом. Также про свой опыт я расскажу в следующих видео, у меня также есть плейлисты с обучением на тестировщика, есть шорсы с разными мемчиками посмеяться на спортивную тематику, и опять же повторюсь, пожалуйста, подписаться, поставить лайк, оставить комментарий. Как только данное видео соберет 25-35 лайков, я выпущу следующее видео этапа собеседования технического для получения этого оффера. Как только данное видео наберет 25-30 лайков, я сразу выпускаю видео технического собеседования, после которого я получил данный оффер. Как только данное видео наберет 25-35 лайков и пару комментариев, я сразу выпускаю следующее видео, где я проходил техническое собеседование и после него получил данный оффер. Всем большое спасибо за просмотр, всем желаю удачи, всем пока. Спасибо. 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 Спасибо.